В рамках мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, у холма воинской славы был организован забег среди учащихся средних образовательных школ города, а также высших и среднеспециальных учебных заведений. Основная цель мероприятий – вовлечение молодёжи занятием спортом. Соревнование было организовано отделом по физической культуре и спорту. Председатель городского собрания лично от меня от всей души поздравляю вас, которое проводят ежегодно по Советским кольцам посвященному 9 мая. От всей души желаю всем здоровья, желаю, чтобы все доедели, учились хорошо, желаю также, чтобы были ваши родители, ваши учителя, все были довольны вашими действиями. Плюс к этому я так хотел бы тоже добавить, потому что, который раньше не бывало, мы в этом году Федерацию лёгкой отечественной придумали, взяли кубок, который ежегодно будет переходить к победителю. В спортивном забеге участвовало около 300 учащихся из 19 городских школ, одного высшего учебного заведения, а также среди специальных образовательных учреждений. Команды состояли из шести человек из числа юношей и девушек. Спортивное мероприятие состояло из трёх забегов. В двух приняли участие школьники, а в одном – студенты колледжей города и филиала Дагестанского государственного университета. По завершению мероприятий были подведены итоги соревнований. Призовые места завоевали следующие образовательные учреждения. Первое место было присвоено школе номер 15, второе – школе номер 17, и третье место заняло гимназио номер 2 имени Александра Сайтиева. Два года уже участвуем в таких престижных соревнованиях и выигрываем. Уже этот консервант с кольцом эстафета мы уже шестой год подряд выигрываем, и в этом году тоже успешно выиграли. Далее по программе в честь предстоящего праздника Дня Победы администрации города был проведён велопробег среди любителей, которые подали заявку на участие. Предварительная информация о проведении велопробега была размещена во всех социальных сетях городского сегмента. Хочу поздравить вас с наступающим Днём Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Но то, что касается велопробега, я участвую первый раз. Надеюсь, не последний. Очень хорошие слова сказал великий Зигмунд Фрейд. «Хочешь быть здоровым? Что-то делай!» «Самое лёгкое и дешёвое лекарство от всех болезней!» Думаю, наши молодые люди, готовые защитить сегодня нашу родину, Россию, будут успешными. Нужно участвовать, потому что это в любом случае активная жизненная позиция человека. Она в любом случае положительна. Мы должны показывать нашим молодым пример в труде, в спорте и в благородстве. На протяжении всех мероприятий безопасность по ходу движения колонн велосипедистов обеспечивали экипажи дорожно-патрульной службы. Вдоль всего маршрута забега дежурили работники городского отдела полиции и карета скорой помощи. В торжественной обстановке победителей и участников наградили памятными кубками, медалями и подарками. Зарема Хайбулаева, Бурлиат Самбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».